Весна на всех действует по-разному, вот и в Самаре на неделе случилось обострение. После того, как стало окончательно ясно, что у нелегальных ларьков шансов на выживание нет, их владельцы пошли ва-банк. Лучший способ защиты – это публичная акция. И чем драматичней, тем лучше. Перформанс у здания областного миномущества организаторы планировали в надрывно мрачноватых тонах. Даже пышно убранный гроб принесли. Но постановка политтриллера провалилась. Актеры из торговцев оказались никудышные. Она грустная, грустная. Да, грустная, грустная. Ваша, грустная. Нет, она все равно. Не улыбайся, не улыбайся. Не улыбайся, не улыбайся. Грустные, грустные, вы короните. А, вы короните. Одинокому пикетчику Самарской мэрии без группы поддержки было не так весело. Тем более, когда его красноречивое молчание нарушили гражданские активисты. И владельцу ларька пришлось отвечать на острые вопросы. Лицо покажите. Лицо покажите, а то вы спасаете бизнес. Давайте, давайте. Сквер ветеранов, Курский район. На территории этого сквера находится ларек, торгующий алкоголем. Круглосуточно на территории этого сквера происходит распитие. В чем причина? Причина в том, что несознательные вот эти вот предприниматели, которых нужно уничтожить, на наш взгляд. Мы настаиваем на том, что торговым сетям разрешают, а нам не разрешают. И все. Вам кому? Вам? Ларечникам? Ларечникам. Пускай даже тем, кто там. Вы непорядочные. Ты вот дальше думаешь, что будет дальше. Я думаю о своих детях. А работать они где будут? Где же? Ну не в вашем ларке. И какую еду они будут? Ну не в вашем ларке. Вы даже какую еду они будут. Зачем вы моего ребенка хотите в ларек посадить? 80% жителей города Самары против. Вот это вот безобразие. Есть какая-то культура торговая, наверное. Да ну это внушает. Мы живем. Вот вы, наверное, выступаете за то, чтобы наш город Самары был европейским городом. Нет, я не выступаю. В Европе такого безобразия нет. Нет, Европа нам не надо. А если бы, пожалуйста, вы убрали своих отчетов? А вы меня убрали? Ну да, я убрали. Здравствуйте. А вот пикетируют. Неизвестно, чем бы закончился этот эмоциональный диспут, если бы в момент его кульминации не появился руководитель департамента потреб рынка. Вадим Кирпичников предложил пикетчику от уличных лозунгов перейти к конструктивному диалогу. Но этот призыв оказался глазом выпиющего в пустыне. Мы с вами постоянно встречаемся. Всегда пожалуйста. Давайте сейчас сядем, обсудим, встретимся. В чем конкретно к нам вопрос к администрации? Нет, я сказал, потому что надо защищать развитие. Защищать развитие, мы защищаем развитие. Сейчас программы все покажем вам. Конкретный прям вопрос. Вы не делаете вот это администрации города? Включить в схему те объекты, которые были раньше, которые стоят по 20 лет. Вы этого не делаете, да? Стоп, секундочку. Вчера подписали внесение изменений в схему, вы знаете. Сейчас уже 324 объекта, все, которые соответствуют. У нас речь идет о 2000 объектах, а не о 300. Секундочку. Будут все 2000 соответствуют всем предостроительным нормам и требованиям. Все включены. Мы с вами встречаемся практически через неделю, да? На прошлой неделе встречаемся. Очень часто. Вот всегда за столом переговоров находим какие-то точки с предметом. Вот чтобы не на улице, а за столом переговоров. А давайте готовимся. Вы откажетесь от продажи алкоголя. Бизнес не только не обказывается от алкоголя. Бизнес-то наоборот максимально продает алкоголю. Ну вот, например, председатель ассоциации Симбиркин, да? Который имеет детское кафе мороженое в промышленном районе, в котором мы неоднократно делали рейды. Даже несовершеннолетним алкоголь продают. Вы представляете, что творят? Нет, это все ложь. Вот, это ложь, конечно, поэтому да. Поэтому не ложь. Ложь или правда, судите сами. Вот этот павильон на Фадеево 66, гордо именующий себя спортбаром, по документам номер договора 2731А зарегистрирован как кафе мороженое, но больше напоминает рюмочную. Здесь предпочитают прохлаждаться отнюдь не эскимо. Местный бармен даже и не в курсе этих любопытных подробностей. Не, ну не надо снимать это, ребят. Я вообще вам не кинозвезда. А документы вообще есть какие-то, подтверждающие, что имеете право торговать с алкоголем и так далее? Это начальство, я же объяснила. Я не вникаю в такие моменты. Я наемный работник и так далее. Журналистов принимают нелюбезно, угрожают судом, но это питейное заведение нашей съемочной группы покидает без потерь. Зато визит в цветочный киоск, он расположен по соседству, и если верить документам, должен торговать хлебом, чуть было не закончился печально. Поначалу торговцы были скупы на комментарии. И только. Мне что сказали, то я и торгую. Но неожиданно, казалось бы, безобидные цветоводы пошли в наступление. А вы что? Вы что? Возьми документы. Ну, пожалуйста, документы. Давайте, где ваш документы? Тихо, тихо, тихо. Возьми, а сейчас Милитию вызовут. Вызывайте. В милиции скажите, что вы напали на нас только что. На самом деле, такие примеры не единичны. Предприниматели документами маскируют свои торговые точки, чаще всего под хлебной лавки. Так меньше шансов, что их тронут. Ну, а продавать в таких ларьках могут что угодно. От цветов и сигарет до медикаментов. Понятно, что в этой сфере давно нужно было навести порядок. Но прежние городские власти или не хотели этого делать, или не решались. На отчете перед депутатами мэр Дмитрий Азаров заявил, в этом вопросе он готов идти до конца. Абсолютное большинство жителей нашего города поддерживают нас в этой работе. И у нас хватит воли довести ситуацию до конца. Ситуация создана беззаконием, безволием властей в предыдущие годы. Сейчас отсутствует Владимир Михайлович Кирпичников по одной причине. Он общается с людьми, с теми предпринимателей, которые проводят пикет, около Думы в том числе, у которых не тронули ни одного киоска, но которые запуганы какими-то политиканами, выходят на пикеты. При том, что с ними мы находимся в постоянном диалоге. И подчеркну, ни одного киоска не тронули, потому что у них имелись договоры. Мы этих людей не бросим, мы их обязательно защитим. Ну а тем, кто годами работал незаконно, без документов еще дают шанс самим вывести свое имущество. В противном случае объекты все равно демонтируют. Как это сейчас происходит на пересечении революционной и московского шоссе. Как нужно навести порядок, потому что это безобразие. И грязь какая здесь, постоянно беспорядок, бардак. Вы знаете, нам неудобно здесь даже ходить, потому что людей полно, идут с работы, идут на работу, натыкаются все время на эти железные. Во-первых, это санитария. Во-вторых, здесь и налоги не платят, администрация абсолютно. В карман собирают. Демонтаж в разгаре, а еще в среду, казалось, рынок вымер. Но это обманчивая тишина. Недаром все торговые ряды были оцеплены силовиками. Неподалеку дежурил автобус с полицейскими. Накануне здесь опасались провокации. Собственник рынка по документам, это некто госпожа Петрухнова. Правда, по неофициальной информации за ней стоит куда более авторитетный бизнесмен. На переговоры не являлась. Да и адвокат, представляющий ее интересы, несколько раз срывал встречу. Бизнесменов еще в марте по-хорошему предупредили, сворачивайте торговлю. Не раз уведомляли официально. Законных прав на эту территорию у них нет. Да и снос ларьков это вовсе не прихоть. В московское шоссе ждет большая реконструкция. Прожжавевшие контейнеры в нее явно не вписываются. Но владельцы рынка призывы проигнорировали. И более того, среди своих продавцов, судя по всему, распускали слухи, что все обойдется. В итоге те, кто полагался на авось, теперь подсчитывают убытки. Вот палетки запакованные стоят. Если бы мне пришли и сказали, вы знаете, у вас осталось две недели, да я бы не заказывала бы, я сошла бы с остатком и закрылась бы. И что-то вот другое искала. По-человечески таких вот доверчивых продавцов понять, конечно, можно. Но в откровенной беседе они все же признались, что давно торгуют на птичьих правах. А на землю есть документы? Договор на аренду земли? Да. На данный момент он уже не действующий. Но это не точно, я конкретно не говорю. Я не слышала. Давали бумажку, чтобы там, если договора аренды нету на землю, так у меня старый он есть, у старых хозяев был этот договор аренды. Но он старый, видимо, просроченный, уже не действующий. Да я не в компетенции. Раньше-то был же договор. Три года только его нет. Людей, у которых есть определенное количество товара, которые они не успели, к сожалению, распродать, хотя, честно говоря, уведомления были вручены. И администрации рынка было доведено требование администрации города о том, что данную территорию надо освобождать. Я предполагаю, что администрация рынка должна была в первую очередь провести все уведомительные работы с предпринимателями. До них довести. Да, со стороны администрации рынка, к сожалению, этого сделать сделано не было. Для них это было не то, что прям вот, так скажем, да, грозное среди ядерное время. Но, как бы, что вот этот срок наступил, для них это было, ну, неожиданностью, так скажем. Сотрудник департамента потребительского рынка Денис Ильин сюда, на революционную, последний месяц приезжает чуть ли не ежедневно, лично уговаривает торговцев самим разобрать свои павильоны. Некоторые просьбы услышали. Ломать не строить, что я скажу. Андрей Сурков предпочел не ждать, когда его киосоку везут на штрафстоянку. Предприниматель не унывает. Я буду в другое место торговать, в Кинелле. В Кинелле? Конечно. А там есть место уже разрешенное? Большое разрешенное место. Ну, в общем, не пропадете. А? Не пропадете. Я-то нигде не пропаду. У меня и там торговля идет хорошо. Есть. А расчерюсь побольше, все. Незаконная торговля на революционной должна исчезнуть к 10 мая. К этому же времени от базара очистят и поясников овраг. Планируется, что в этом году будут снесены 824 нелегальных точки. Напомню, за три года убрали 4,5 тысячи. В мэрии уже не раз подчеркивали, нет цели ликвидировать уличную торговлю. Просто она должна стать цивилизованной. Для того и разработана схема размещения торговых объектов, в том числе с учетом пожеланий предпринимателей. Только цифры. Если на начало 2013-го в ней было не больше 90 объектов, то сейчас речь ведут уже о 324. Так что малый бизнес в Самаре похоронили уж явно преждевременно. Он, слава богу, живее всех живых. Для этого есть все законы и основания. Ну а на сегодня это все. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»